здравствуйте уже много лет замещаю с собой одну пагубную привычку то есть на самом деле она конечно не одна но курение и употребление алкоголя сейчас не будет тем более алкоголь в основном хорошие качественные немецкие вина так вот это пагубная привычка каждый день по несколько раз в день читать новости на сайте лентаром появилась она еще в те времена когда этот сайт был действительно ну условно относительно но все-таки новостным и не настолько пропагандистским но с течением времени сайт трансформировался мой интерес к нему не ослабевал в той части что сейчас вот в последний год особенно читая сообщение там касаемые особенно касаемые российско-украинской войны всегда можно то что написано и применительно успехом в кавычках русских можно смело засчитывать со знаком минус то есть многие из меня удивляются как я могу вообще это читать хочу она интересно вот буквально сегодня прочитал очередного эксперта они там кстати постоянно меняют но россия страна большая экспертов там естественно много так вот мне ни одного эксперта который сказал утверждал и я бы даже добавил что ожидаемое контрнаступление украины будет проходить в три этапа на первом этапе вперед пойдет пехота по всему фронту по всей линии там сколько-то там сотен или еще больше того километров если и удастся нащупать слабые места то давайте слабые места в обороне российских войск пойдет так сказать легкая кавалерия в смысле джипы колесные бмп бтр если им удастся развить успех вот только тогда на третьем этапе в дело вступят все эти леопарды абрамс и прочее тяжелая гусеничная западная тех ну вот как то так вот такой прогноз ну а помимо ленты ру последние тоже там ну пожалуй даже с 2020 спресс на памятных выборов опять же в кавычках президента беларуси так вот после того еще и помимо ленту подсел еще и на youtube и в последнее время ну что значит последнее время вот с тех пор периодически слушаю латынину фейгина прочих не часто не до конца просто чтобы быть в курсе насколько их как сказать аналитические экспертные способности как глубоко они зайдут допустим ну конечно говоря как я написал в заголовке коллективной юлии латыниной естественно она пожалуй но на мой взгляд флагман всего этого скажем так идиотизма хотя и она и и же с ней идиотами как рассчитают нас которые это слушают так вот латынина уже не меньше месяца я думаю даже больше при каждом удобном и неудобном случае как только речь об этом заходит она утверждает но естественно контрнаступление будет запорожской области потому что нужно этот вот там когда в этом называет коридор или что прорваться крыму и весь вопрос в том смогут ли вооруженные силы украины на плечах это почти дословная цитата от вот именно и на плечах отступающих русских ворваться в крым чтоб там ее собеседник не говорили пытаясь ее разубедить или вообще задавая собственно вопрос несколько иного плана и иных событиях или еще чем то нет она как в старом анекдоте про бог если бы окулы было шерсть в ней выводились блохи так и здесь чтобы то ни было но все обязательно должно закончиться наступлением басуу на запорожском направлении прорывом к крыму или правилом собственно в крыль единственное вчера про по моему может это я смотрел вчера сам разговор было раньше в беседе с евгением киселёвым на почти скажем так восхищенно подобострастное замечание его о том что она там и военные эксперты и кто угодно она скромно потупил взор но это я немножко приукрасил но будем считать так так вот скромно потупил взор она поправила что она не военный эксперт она просто пересказывает то что ей говорят военные эксперты какие-то военные эксперты это отдельный разговор. А по поводу того, что она пересказывает то, что ей говорят военные эксперты, вот возникает у меня лично не совсем, что ли, культурный вопрос. А нахрена? Вот нахрена она пересказывает? Те несут бред, и у них есть своя аудитория. Нет, к ней, к этой аудитории надо еще добавить латынинскую. Ну, собственно, нахрена тоже все понятно. Зарабатываем деньги. Кстати, по поводу зарабатывания денег особенно на украинской тематике, на всем, что с ней связано, будь то какие-то международные скажем, события или встречи, договоренности, будь то внутриукраинская повестка, сейчас зарабатывают ну, просто беззастенчиво. Вот, условно говоря, сегодня беседует на канале Гордона, там есть молодой человек, никак не могу запомнить, да и, собственно, и не пытаюсь его имя и фамилию. Вот он беседует с бывшим, как его называют, экс-шпионом, там, опять же, фамилия тоже сейчас не в голове. Вот он с ним беседовал ну, примерно час. И во время этой беседы было, ну, допустим, три или четыре различных подтемы или три-четыре вопроса на разные, так сказать, темы. Побеседовали, выставили на YouTube, в открытый доступ, кому было интересно, посмотрели. и потом в течение последующих трех-четырех и больше дней вот было три-четыре темы. Вот это видео оригинальное, скажем так, они же разрезали на три-четыре куска, в зависимости от обсуждаемой темы, конкретной уже одной. И потом и на канале Гордона, и на других украинских YouTube и телеканалах пускают эти кусочки уже отдельно, под другими заголовками, якобы оригинальное видео, вот буквально час назад вышло. Вот на одном таком кусочке я как-то и попался в клюну. Как бы оригинально час назад, ну, что ж там интересного. А интересного там только заголовок. Все остальное было уже четыре-пять дней назад, неделю назад. Точно так же с определенного момента, не помню, с какого, специально не следил, но уже достаточно давно. То есть счет идет уже на месяцы. Оригинальные, скажем, беседы на канале Фейгина с Арестовичем, там почти каждый день за вычетом там-то выходных только командировок самого Арестовича, стали появляться и на канале Гордона, тоже с другим названием, и на других каналах тоже иногда полностью, там через день, иногда кусками или кусочками. То есть все идет по кругу. Все изо всех сил стараются не только заработать деньги себе, но и помочь тем, кто помогает им. То есть круговая порука из серии Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит ему кукушку. А зрителям, ну не знаю, вот ходить на все это, и в итоге рано или поздно нарваться на повторы, причем повторы кусками, там, кусочками. И опять же, это не говоря про то, что в принципе, как утверждают, или даже точнее призывают немногочисленные адекватные люди, немногочисленные о том, в смысле, что, наверное, в русскоязычном сегменте интернета их можно пересчитать на пальцах одной руки, вторая уже не понадобится, не говоря про то, чтобы разуваться. Вот они говорят, что истинные, так сказать, цели, намерения, сроки и прочее возможного, ожидаемого украинского контрнаступления знают максимум пять человек, а то еще и три. То есть президент, министр обороны и начальник генштаба. Все остальные не знают, знать не могут. Но вовсю предполагают, вовсю рассказывают, а вот это, если вот эти снаряды, а вот эти ракеты, их там мало, а тех там много, а вот еще ж техника не дошла, к слову сказать, а дошедшие или не дошедшие техники тоже отдельные, адекватные люди говорят, ребята, вы вообще задумайтесь, кто и когда вообще в политике говорил вам всю правду и вовремя. А уж то, что касаемо нынешней войны, поставок вооружений и техники, то если в публичное пространство попадает десятая часть правдивой информации, то надо уже брать в руки бубен и устраивать пляски вокруг костра, что вот чего-то там попало в публичный доступ. Нет, они рассуждают, вот еще танки не поставили, самолетам не дают, эти не обучены, там не сформированы. Ну, так и хочется спросить, ребята, я понимаю, что людей, скажем, есть люди слабобидящие, есть люди слабослышащие, а в последнее время, особенно в России и Беларуси, благодаря телевизору, зачастую вместо головы есть еще много людей слабодумающих, но не все же. С другой стороны, вот это якобы всенародная поддержка действий Путина или Лукашенко, особенно Путина. В Германии тоже хватает выходцев из бывшего СССР, и среди них много, немало тех, кто считает себя русскими. И часть из них, и даже, кстати, и те, которые русскими себя не считают, таковыми не являются. Есть и среди них любители приклеить магнитики с Путиным, там, то в военно-морской форме, то еще в чем-то, на холодильник, и в разговоре ни с Бору, ни с Осенки заявить. ну вот, когда Россия победит, все это, слава Богу, и закончится, будет и в Германии жить лучше. Ну, а те, которые считают себя русскими, но эти, которые не считают, они хотя бы не говорят, что поедем в Россию, те, которые считаются русскими, этого тоже не говорят. Они любят Россию, они устраивают автопробеги с российскими флагами, демонстрации в поддержку, там, политики Путина или еще что-то здесь, в Германии, или в других, не менее благополучных европейских странах. Туда поехать. Да, значительная часть из них в последние годы даже в гости, как бы, да, и логистика, и сообщение стало сложнее, но тем не менее кто-то добирается, но основная масса, сидя перед телевизором или выйдя на улицу, мы, да, мы за. А вот туда, как сейчас предлагают некоторые депутаты госдуры, что граждане России, живущие за рубежом, должны взять отпуск на год, отпуск на год, где они видели такую страну и такое трудовое законодательство, где отпуск дают на год, но не считая декретного, да, так вот взять отпуск на год, вернуться в Россию, пойти воевать, а потом вернуться назад, выполнив свой, так сказать, гражданский долг. Я не буду сейчас задаваться вопросом, сколько их поедет, а из тех, кто поедет, вдруг. Какой минимальный процент вообще сможет остаться в живых, я не говорю уже здоровым. Но это, наверное, в известной степени последствия или следствия вот этих всех ежедневных, многочастных, длительных разговоров вот этой вот коллективной Юлии Латыниной, которая, которые пересчитать фамилии, это займет очень много времени, в принципе, тех, кто еще не разучились думать, прекрасно их знают. Вот нам вешается лапша, нам рассказывается то, чего знать не могут, но с упорством явно достойным лучшего применения. Ну, как бы есть у них своя аудитория, ну, та, которая поддерживает, ну, и пусть бы их, но только вот еще раз повторюсь, не очень приятно, когда они явно всех их слушающих хотя бы минуту или две держат за идиотов. Оставайтесь здоровы. Слава Украине. Живи Беларусь. Продолжение следует...